приветствую вас александр в контакте что вы изобретаете и не знаете куда себя деть с этими изобретениями или я неправильно понял все так изобретаю куча идей возникает для решения различных задач проблем мечт исполнения мечт вот идеи много сам пытаюсь браться энергии не хватает и там что-то еще возникают какие-то другие задачи пока не нашел где эти способности можно применить вот свое место может быть реализация вот этих изобретений до идей ну вот тогда мы вас можем принять нашу школу изобретателей это будет через три-четыре дня еще одну беседу мы проведем установочную чтобы было понятно о чем мы говорим что значит изобретение и у нас есть такая райская группа сейчас идет как раз ее оформление и туда заходят только после того уж как мы вот так переговорим сейчас у нас с вами предварительная беседа будет еще основная беседа когда мы с вами договоримся об этом через несколько дней а теперь скажите пожалуйста вы в курсе что у нас сегодня будет вечером бесплатный ликбез вы были у нас на бесплатных ликбезах или на был у вас раньше на бесплатных ликбезах вернее видеозаписи смотрел ваши вы применяете приемы там по саморегуляции по методу круч какие-нибудь применяете какие-то применяю да они они не не те что вы показывали я сначала их там крутил вот а потом у меня как-то заметил что у меня есть свои но тоже двигательные такие паттерны очень хорошо то есть вы можете сейчас там сказать что именно вы имеете ввиду да но у меня с глазами связано наверно потому что за компьютером много сидел закрою глаза и просто они начинают двигаться вот и туда-сюда ну да да вы видели у нас есть про это несколько роликов как на уровне глаз делать чтобы снимать и зрительную утомляемость и чтобы развивать у себя качество какие-то изобретательские способности уже мы делали несколько таких роликов в этом видели например моргание потом остекленение глаз как будто вы замерли рассматривание чего-то застыли а потом волна глазами вот такая вот а потом хаос глазами как будто брызнули на полотно холста из члены ручки пятна и вот так хаотично смотрите а потом опять вы смотрели эти для глаз и вот это вот смотрели для глаз да моргание что-то помню а моргание что-то помните да а вышло сами придумали к этому всему закрыл я обратил внимание что когда закрываю глаза они то ли расслабляются то ли что начинают двигаться сами туда-сюда ну да да и это бывает не всегда да когда-то активнее когда-то нет ну вот когда я как это сказать целенаправленно я их закрываю чтобы они подвигались тогда они двигаются всегда понятно понятно а когда вы засыпаете или просыпаетесь вы замечали что у вас такое мелкое моргание происходит засыпаю да бывает а дальше есть для чего это делается организмом для чего это делается вот это трепетание век перед засыпанием и при пробуждением некоторые люди говорили что ну чтобы сбросить напряжение излишнее напряжение допустим мы находимся в состоянии бодрствования теперь выходим в сон а повторяемое движение снимает напряжение чтобы перейти из одного состояния другое то есть в курсе а скажите пожалуйста если это не секретно пример какого нибудь из ваших изобретания множестве которых вы говорите какой-нибудь пример изобретения чтобы нам всем интересно послушать какой же выбрать я думаю любой любой вот в голову пришло я не знаю пока как его реализовать но она просится прямо есть фены вентиляторы всякие различные устройства там сушительные и они издаются такой звук характерный можно сравнить с белым шумом да только звуковой форме и есть музыкальные инструменты которые используют тоже издают звук используют воздух там для формирования более благоприятного скажем так гармоничного звука вот что если сделать соединить их и сделать из фенов из фенов как какую-то более приятную музыку чтобы мы слышали когда там осушишь волосы или когда кондиционер работает чтобы он что-то такое приятную музыку ветра какую-то такую издавал да но вы уже пробовали так сделать нет это идея из того что я пробовал я могу сказать про генератор кода генератор архитектуры мобильных приложений вот сейчас архитектуру мобильных приложений пишут ну разработчики вручную я сам пишу это можно автоматизировать и там с макетов с макетов визуальных дизайнер нарисовал макет по макету можно построить уже 80 процентов кода мобильного приложения очень хорошо очень хорошо я как раз таки сейчас и создаю так называемую райскую группу почему это райская группа для изобретателей для людей которые хотят условиях жестких временных ограничений когда нету определенности никакой когда невозможно применить шаблоны выработанными раньше когда можно сразу создать новую идею создать изобретение но вот такие вот вещи в этой райской группе потому что там говорится чем вообще человек отличается от законов природы которыми он создан ну так сказать чем человек отличается от творца с большой буквы а как вы думаете чем человек отличается от творца небольшой буквы творить создает правда и изобретатель создает в чем разница системах разница то что он нас включает а мы части его это правильно это правильно на часть природы большой это правильно когда сейчас говорили я обратил внимание на ваш взгляд и вы в этот момент задумались и когда вы задумались мне интересно что в этот момент делали что вы там перебирали в голове если можно сказать если я скажу скажу у меня несколько вариантов ответа на ваш вопрос и я думал какой же мне выбрать выбрал да скажите тогда если это можно если нет так я же уже ответил есть большая система творец в нем поменьше системы и из этого всего состоит мир ну это хорошо да скажите пожалуйста можно вам вопрос или задать конечно задавать вы во сне ходили даже летал бывало ходить-то ходили ходил нет и бегал и ходил ходил вы это имеете ввиду натурально ходили когда спали как сам нам был вот как бывает как лунатики так говорят когда маленькие дети бывают и так и так во сне и так и так да то есть вы можно сказать что вы сам нам будет или как а что вы имеете ввиду тогда уточните пожалуйста в детстве было дело вставал с кровати во сне но я сам не помню мама говорила сейчас такое не наблюдается ну понятно где все вставали и ходили да было а сколько вам было лет тогда лет восемь так на скидку лет восемь то есть не три года не два года не четыре года восемь лет это уже были таким большим мальчиком да и ночью у вас не вставали и ходили да ну как так такое делал по моему мессинг свое время во сне ходил еще много людей ходили кстати говоря это вот такие называется сам нам булы очень много актеров таких которые во сне ходили или во сне говорили которые вот как бы в этом образе которым снялся в этом образе как бы жить вот я помню вода актриса говорила что я говорит после того как вожу в роль а потом вышла из роли а потом сажусь троллейбус и подбираю оборки платья которые нам не совсем другое то которое было в роли то есть она продолжала жить в роли и для актеров оказывается как войти в роль так и выйти из роли тоже есть интересная такая задача очень интересно с вами разговаривать а скажите пожалуйста во время бега вы легко входили в ритм бега во сне нет нет вообще это такие вопросы которые я по-разному бывало что не очень понимаю в чем как что значит легко входили в ритм бега сейчас один тренер по марафонскому бегу мне говорил в беге главное найти бег это значит ты когда начинаешь бежать войди в ритм и можешь бежать бесконечно потому что ты нашел действия синхронные текущему твоему состоянию то есть и адаптируется сразу к этому режиму бега есть другой случай когда человек не может войти в этот бег тогда у него напряжение растет 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 до крайней точки когда он пересиливая себя на крайней точке пересилил себя и теперь легкость дыхание и он теперь бежит и он может тоже целую планету условно говоря обижать какой из этих вариантов бега более знаком после пика напряжения скорее скорее 2 как когда испытываешь какие-то трудности вот а потом на определенной стадии лёгкость пошла и еще один контрольный вопрос но бывало на бывало вот недавно лежал и прям сразу вошел но это такой спонтанный бег был такой редко я понял я могу сразу дать совет если вы перед любым бегом снимете зажатости и блоки тела и сознания например упражнениями плавательные движения или потрястись как следует или дирижирование но одну две минуты сделайте а потом начинаете бежать вы всегда быстрее войдете в ритм я хочу у вас спросить еще один вопрос и на этом мы с вами сегодня расстанемся временно потому что вы очень подходите к нашей райской группы там где развивается изобретательское мышление у всех чтобы создавать неординарные идеи вопрос вот такой вы в нужный час вставали по своему желанию просыпались нужный час намечены себе перед сном да вы очень легко ходите в транс поэтому вы если занимаетесь чем-то вы наверно очень легко сосредотачиваетесь по-разному бывает зависит от от дела самого от моего состояния понятно иногда очень легко иногда садишься и все отвлекают такое тоже бывает очень интересно вот то что вы посмотрели у нас по методу ключ что вам больше всего понравилось больше всего понравилось для слова заинтересовало почему вы вообще там у нас в школе почему я давненько у вас не был кстати активно интересовался год назад наверно потому что у меня возникли проблемы с работой со здоровьем вот я искал выход из этих всех ситуаций и и так пришел пробовал разные ваши методики много чего другого тоже делал там йога и все на свете что делали все рассказать надо вы мне сейчас просто сказали слова ребенка или что я не понял йога йога а йога делали йога почему вы все же опять к нам пришли а я чистил друзей в контакте вот набрал там несколько тысяч незнакомых людей решил что зачем мне незнакомые люди надо только свои которые по душе близки скажем так начал удалять вот и кому хотелось написать я им там писал пару слов откликался с кем-то там разговаривали общались то нет ну нет вот и вам написал тоже вы откликнулись сложился диалог так очень хорошо вы довольны что у нас сложился диалог или он не случился я должен вот продолжение диалога отлично отлично договорились значит мы через несколько дней еще раз вами поговорим а сегодня у нас 20 часов бесплатный ликбез очередной можете приготовить любой вопрос зон там будет сброшен во время трансляции договорились да спасибо а у вас может быть какой-то вопрос не может какой-то вопрос у меня всегда какие-то вопросы возникают вот вот я этим хотел сказать что только почемучки становятся великими потому что почемучка задается вопросами и поэтому он всегда что-то создаст а есть люди просто исполнители которые идут след за ними которые транслируют то что создает создатель это очень важно ну хорошо 20 часов встречаемся на любой вопрос который хотите любой волнующий вопрос можете задавать так и любой участник любеза может приготовить себе вопрос и в 20 часов я на него буду отвечать до встречи спасибо до встречи очень рад был поговорить взаимно до встречи спасибо 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 спасибо